Привет, я Стив Келли, старший пастор церкви Волна, Вирджиния-Бич, штат Западная Вирджиния. Как всегда, хочу поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня с этой программой в свою гостиную, номер отеля, домой или в какое-то другое место. Я уверен, что вам понравится сегодняшнее послание, и с церкви Волна мы проговорим сегодня слово в вашу жизнь. Готовьтесь, это слово изменит вашу жизнь. Вы удивитесь тому, как Божие Слово может помочь вам в повседневной жизни. «Господь есть часть наследия моего и чаша моя». Прославитель Давид говорит «Господи, только ты». «Часть наследия моего и чаша моя». «Господи, только ты». «Ни фондовая биржа, ни пенсионный фонд, ни мое ремесло, ни мои приятели, ни связи. «Только Бог, часть наследия моего и чаша моя». «Ты источник мой, ты держишь жребий мой, не пенсионный фонд. Господи, только ты, часть наследия моего и чаша моя. «Ты держишь жребий мой, что дает вам безопасность. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. «Господь, только ты, источник мой, ты со мной, и я безопасен. Ни внешние условия, ни работа, ни брак, ни мои товарищи, только Бог. Межи мои прошли по прекрасным местам. Это не случайность, это не произошло само собой, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже ночью». Давид говорит, «Жизнь легкой не стала, но даже там, где мрак, я нахожу возможность хвалить Бога. Ведь и в сумерках мое сердце учит меня». Почему? Потому что только ты, Господь, часть моя и чаша. С тобой я безопасен. Я не озираюсь в страхе. Что происходит вокруг, но гляжу на Бога, что действует во мне. Если трудно, то все равно межи мои прошли по прекрасным местам. Я всегда буду смотреть на Господа, ведь Он справа от меня. Я не дрогну. Я записал пункты для нас, чтобы мы разобрались с нашими белыми пятнами. Дорогие братья и сестры, примите наставление в сердце, чтобы в ночное время ваше сердце давало вам мудрость. И вот вам номер один. Не беспокойся о завтрашнем дне. Не беспокойся о завтрашнем дне, потому что завтрашний день сам будет заботиться о себе. Наш Господь Иисус говорит об основных потребностях всех людей. Не заботятся о завтрашнем дне, потому что сам завтрашний день будет заботиться о своем. Ведь довольна, то есть хватит для каждого дня своей заботы. Иисус не говорит. Не строй планы на завтра, или пусть не будет у тебя перспектив на будущее, не имей предназначения и цели жизни на завтра. О чем же он говорит? Первое, что он говорит, не беспокоиться. Спасибо за отклик, потому что я верю, вы принимаете в сердце то, что я говорю. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то тем более вас, маловеры, и так не заботитесь и не говорите, что нам есть, или что пицца, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правду Его. И это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне. Он не говорит при этом, не живи без цели, без устремлений и без миссии. О чем же он говорит? Не тревожься о грядущих сутках. Ищите же прежде Царство Божие. Люди по обыкновению ищут в исполнение своих основных нужд. Волнуются. Хватит ли мне? Достаточно всего на завтра или нет? А может и еще? Чем-то запастись. Иисус говорит, Бог знает, что ты нуждаешься в этом. Он даст тебе все. Но вначале ищи Царство и Его праведность. Остальное даст тебе предачу. Не нервничай о завтрашнем дне. Что такое тревога? Открытая дверь для болезней и страсти. Лазейка для неверия. Сами себе мы жизнь усложняем, когда мы переживаем. Аминь. Второе. Не водись человеческим мнением. Дорогие братья и сестры мои, никогда не дозволяйте никому из людей управлять вашими чувствами. Столько людей таким образом отравляет свои дни под солнцем. Не слушай их и не засматривайся на их поступки. Если бы я велся на их приманке, то давно бы лежал на кладбище. Стал бы шизофреником. Наложил бы на себя руки. Надел бы огромный рюкзак с депрессией. Если бы думал, кто и что обо мне думает. Мой зрительный зал — это Бог. Хочу угождать лишь Ему. Моя самооценка не складывается из представлений людей. Аминь. Лишь Бог небесный мне судья. Мы усложняем себе жизнь. И далее номер три. Не переходи границы дозволенной. Не переходи эти границы. Кому-то это слово пригодится. У кого-то это уже хроническое. Такова наша жизнь в жестоком и скоростном мире. У нас в гостях екклесиаст. Кто хочет услышать мудрейшего в мире человека, у которого все богатства, не только мудрости, не только денег, не только драгоценных камней, но и ресурсов, да и вообще всего, что было когда-нибудь. Да, прославьте Бога. Это Он дал Ему эти ресурсы. Итак, кто же желает получить? Разумеется, мудрей его только Иисус. Бог сказал Соломону, «Я дал тебе мудрость». Это от Господа. Разумение. Верите, что мы получим урок от этого мудреца? И даже мудрейший из смертных делал ошибки. «Сказал я в сердце моем, дай испытаю я тебя весельем». «Я дам тебе всякую утеху и наслаждение, весь спектр удовольствия. Ешь, пей и веселись». Этим я послужу людям. Почему? Ведь я мудрейший. Такой же люди благословятся моим пониманием. «Проведу-ка я на себе эксперимент. Испытаю себя и увижу, куда приведет эта мудрость». Понимаете, о чем речь? Думал я, что удовольствие обернуться добром. Но все оказалось пустым. О смехе сказал я. «Глупость, а веселье, что оно делает? Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое. И между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих. Что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей? Я предпринял большие дела. Построил себе дома, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева. Сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих деревьев. Приобрел себе слуг и служанок и домочадцы были у меня так же крупного и мелкого скота. Было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золото и драгоценностей от царей и областей. Завел у себя певцов и певиц и от раду мужчин горены. Не было сексуального удовольствия, которым бы я не утешался. Не было такого вина, которым бы я не утешался. Я построил себе сады, рощи и возвел здания, парки и водоемы. Я много чего себе позволил. И богатым больше всех был. Он много чего себе позволил. Вы делаете то же самое или иначе поступаетесь и сделался я великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя пребывала со мной. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих. И это было моею долей от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела моих, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все пустое и погоня за ветром, и нет от них пользы под солнцем. Чему нас здесь учит Бог? Будь осторожен, не живи роскошно. Мудрейший Соломон призывает, не гоняйся за благами, не становись властелином своей жизни и не погружайся в роскошь, все равно не будешь доволен. Это тщетная погоня за ветром. Далее у нас идет четвертый пункт. Не уходи от Иисуса. Вы наверняка знаете эту историю про Валама и Валака, как один пришел и обратился к другому, чтобы тот проклял Божий народ. Этот человек сначала не хотел, а потом согласился. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Вассорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии, бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановило безумие пророка. С одной стороны, смешной случай со ослицей, с другой стороны, и смех, и грех. Меня это впечатляет. Говорящее животное. Богу порой приходится прибегать к таким мерам. Давайте продолжим чтение. Итак, тут говорится, был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Вы знаете эту историю. Это безводные источники. Как это напоминает человека, который познал Господа, но отвернулся от Него. Речь о валааме. Бог помазал его, но он променял пророческий дар на взятки. Ему давали деньги, чтобы он не пророчествовал Божию истину, чтобы он отвратился от Бога. Вот примеры списания. Это безводные источники. Выглядят как ручьи животворной влаги, но они высохли. Эти люди знали Иисуса, но стали иссохшими колодцами, облака им глыгонимые бурей. Им приготовлен мрак вечной тьмы, ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы пления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. И далее у нас идет пункт пятый. Надеюсь, вы благословляетесь тем, что сегодня произносится на этом месте. Звучит он так, не сравнивай себя с другими, и будет тебе благо. Надо убрать некоторые цитаты из проповеди, а то она аж сочится ими. Давайте откроем послание Галатам. А вот что говорит апостол Павел. Так пусть каждый трезво судит о своих делах, и тогда он сможет гордиться собственными успехами, и не будет сравнивать их с чужими, ведь у каждого своя ножа. Все в мире сравнивают себя с кем-то. Писание говорит, хватит смотреть на людей и сравнивать себя с ними, думая о себе хорошо. Так пусть каждый трезво судит о своих делах, и тогда он сможет гордиться собственными успехами, и не будет сравнивать их с чужими. Ведь у каждого своя ножа. Одна из наших самых крупных ошибок сравнивать себя с кем-то. Мы не дерзаем ставить себя в один ряд или сравнивать кое с кем, кто сам себя выставляет на показ. По своей глупости они меряют себя по собственным меркам и сравнивают сами с собой, не сравнивая себя с людьми. По Библии это глупо. Надеюсь, вы не в обиде. Но что думаете, народ? Теперь нам поможет брат Иаков. Ведь где зависть и свои корысти, там неурядицы и всякие некрасивые дела. Даже в церкви. Ведь где зависть и свои корысти, там неурядицы и всякие некрасивые дела. Скажите аминь на это. Чем мы усложняем себе жизнь? Сравнивая себя с другими. Далее идет пункт шестой. Надеюсь, получается благословение. Пункт шестой звучит так. Отгораживание. Кто живет сам по себе, творит что хочет, а на здравые советы лишь брониться. Брат, ты что, обосабливаешься? Не жизнь делает тебя замкнутым. Твоя изоляция не из-за людей. Кто живет сам по себе, ты еще тогда решил отгородиться от остальных, удалившись от норм жизни. Человек виновный в разобщенности. Номер семь. неправильные отношения. Любящий ранит от чистого сердца. Ненавистник целует из лести. Искренне укоризны от друга. Друзья рискуют, говоря друг другу то, что может ранить их. Но эти раны во спасение. Я сказал тебе это, потому что люблю. Искренне укоризны от друга. искренне укоризны от лидера. Искренне укоризны от пастора. Искренне укоризны от мамы. Искренне укоризны от брата. Когда любишь и имеешь с ним отношения, и видишь, что он грешит, ты идешь на риск, потому что любишь человека. Ваши отношения крепкие, поэтому даже когда вы дистанцировались, после того, как сказали правду, то однажды образовавшийся разрыв соединится благодаря вашим вложениям в отношения. Искренне укоризны от друга. Бывает, дорогие мои, когда идешь на риск и говоришь с людьми по любви, тем самым раней. Бывает, человек ранил товарища, но это рано, его забота, беспокойство и любовь, может и обличить меня, хотя мы не знакомцы. И мне ваша нотация как об стенку горох. Ради полноты понимания послушаю вас. Я открыт для критики, если она созидает. Но друга выслушаю охотнее, чем незнакомца. А вот мудрость свыше. Враг же умножает поцелуи. Неправильное отношение. Ребята, вы же понимаете, в вашей жизни есть те, кто умножает поцелуи. Это враги. Когда кто-то все время тарахтит о своей любви и безобидности, то я думаю, что будет с тем, кто слушает эту ложь. Словоохотливые, обольстители, это враги, что умножают поцелуи. Друг ранит тебя, искренне укоризны от друга. Враг же умножает поцелуи. Как тихо стало здесь. Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст. Аминь. В тот раз кто-то разочаровался, заслышав эту мысль. Держись подальше от плохих знакомых. Наша церковь открыта для всех, но сейчас речь о глупцах, с которыми вы на короткой ноге. Библия кричит, удались от них. Не обижайтесь на проповедника. Есть трудность, решите ее с Богом. Вот и ответ. Отойди от человека глупого. Вот в довесок отличный совет. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Пусть вас не обманут. Плохая компания портит лучшие нравы. Есть закон жизни и закон увядания. Дорогие мои, вопрос в следующем. Вот вам ситуация. Если среди девяти яблок в центре лежит десятая, подгнившая, то могут ли эти девять яблок чудесным образом убрать гниль из одного подгнившего? Такое никогда не происходило в истории Земли. Никогда девять свежих яблок не воздействовали так. Думаете, что окружение будет сильным? Считаете, что станет добрым и гнилое яблоко изменится? Зачем усложнять себе жизнь? Господи, межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Ты держишь жребий мой. Сердце наставляет меня и ночи. Надеюсь, вы получили благословение. Итак, номер один, не беспокойся о завтрашнем дне. Завтрашний день сам будет заботиться и беспокоиться о своем. Второе, не водись человеческим мнением. Сколько людей таким образом отравляет свои дни под солнцем? Не слушай их и не засматривайся на их поступки. Номер три, не переходи границы дозволенного. Кому-то это слово пригодится. Если вы хотите мудрости, тогда посмотрите на Соломона. Он услаждал себя всем, чем мог, испытывал себя и увидел, куда привела эта мудрость. Далее у нас идет следующий четвертый пункт. Не уходи от Иисуса. Они оставляют прямой путь и уходят от Господа. Пятый пункт. Не сравнивай себя с другими людьми. Шестой пункт. Это отгораживание. Мы говорили об этом. Номер семь. Неправильные отношения. Соблюдайте слово и будет вам благо. Аминь. Молюсь, чтобы это слово было в вашу жизнь сегодня. Вас удивит то, как Божье слово действует в повседневной жизни. Сейчас хочу обратиться ко всем, кто слышал это послание. Сегодня я обращаюсь не к тем, кто просто находится в церкви, в здании. Я обращаюсь лично к вам, где бы вы не смотрели эту программу. Я хочу задать вам вопрос. Вы знаете Иисусом? Являетесь ли вы христианином? Переживали вы когда-нибудь личную встречу с Иисусом? Я хочу помолиться. Может, вы однажды уже молились этой молитвой, но вы знаете, что вы уже не живете для Бога так, как раньше. Тогда давайте помолимся вместе. Просто скажите, Господь Иисус, я прошу Тебя, приди в мою жизнь и прости мне мои грехи. Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя во имя Иисуса. Аминь. Если вы помолились этой молитвой сегодня, может, в первый раз, а может, вы просто захотели снова посвятить свою жизнь на Христу, я бы хотел, чтобы вы связались с нами. Вся необходимая информация находится на экране. Просто скажите нам, что вы помолились сегодня этой молитвой, напишите нам на почту stivkelly.tv. Если вы скажете нам, что приняли такое решение, я бы с огромной радостью отправил вам подарок совершенно бесплатно, просто чтобы поздравить вас с тем решением, которое вы сегодня приняли. Мы с радостью приглашаем вас в Церковь Волна в следующее воскресенье. Мы растущая церковь, любящая Бога, жизнь и людей. У нас есть несколько кампусов, расположенных по всему Хэмптону. Чтобы узнать о местонахождении кампусов и часах служения, заходите на наш сайт. Я бы хотел еще раз обратиться к вам и сказать о том, что у вас есть уникальная возможность стать частью нашего служения. Эта программа, транслирующаяся по телевидению, является одной из самых популярных христианских программ с самым высоким рейтингом в Хэмптоне. Я бы хотел поблагодарить вас за то, что вы смотрите нас каждую неделю и предложить вам стать нашим партнером. Я верю, что именно благодаря нашим верным нынешним партнерам и тем, кто к нам присоединится, мы сможем транслировать эту передачу на уровне страны и даже за ее пределами. Сейчас эту программу уже выпускают в России и на Ближнем Востоке. Если вы хотите посеять свои финансы, принести щедрую жертву, если хотите пожертвовать сейчас или присылать пожертвования еженедельно или ежемесячно, мы с радостью дадим вам всю необходимую для этого информацию на сайте, адрес которого вы видите на экране. Станьте нашим партнером и помогите нам распространять это меняющее жизни послание. Бог создал тебя не для того, чтобы ты просто занимал здесь место. Иисус был распят на кресте и воскрес из мертвых не для того, чтобы мы сдавались и просто выживали. Мы будем процветать во славу Иисуса Христа. Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите «Господь, я буду идти вперед, я не буду стоять на месте», вы получаете поддержку с небес. Небеса будут всегда рядом с вами.